Христос Воскресе! Доброго дня всем дорогие друзья! В эфире программа «Есть что сказать». Сегодня она посвящена морякам-черноморцам. На днях Черноморский флот отметил свой праздник. И сейчас у нас на связи из Севастополя Вячеслав Валентинович Трухачев, капитан 1-го ранга, начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота. Вячеслав Валентинович, здравствуйте! С праздником вас! Добрый день! Спасибо! Вячеслав Валентинович, Черноморский флот имеет славную многовековую историю и наверняка имеет славные традиции. Но есть также Балтийский, Тихоокеанский, Северный флот. Вот в чем отличие, в чем специфика именно Черноморского флота? Ну, знаете, флот, флот российский, прежде всего, он населен традициями. И, наверное, традиция — это то, что нас объединяет. Все флоты, которые есть, в общем-то, в Российской Федерации. Вы, кстати, еще забыли, что у нас есть и Хаспийская флотилия также. Да, простите, правда забыла. Да, которая не является флотом, но все-таки входит в состав военно-морского флота России. И второе, что нас объединяет, это, наверное, общие цели и задачи по защите морских рубежей Отечества и люди. Понимаете? Потому что, ну, редко-редко очень бывает, чтобы, ну, офицер там прослужил всю, как говорится, всю свою службу на одном флоте. Обычно, в общем-то, мы перемещаемся, вот, и, ну, некоторым удается послужить там даже не только на двух, а даже на трех флотах. Поэтому это, в общем-то, нормальный процесс и традиции вот эти одного флота, другого. Они, ну, наверное, прививаются, прививаются или передаются из поколения в поколение там на каждом флоте самостоятельно. Ну, и привносится что-то из других флотов. Кстати говоря, вот знаете, вот Черноморский флот у нас ведь не самый, как сказать, не самый старый флот, как ни удивительно у нас. Ну, понятно, что Балтийский флот с Петром созданный. Вот, ему, вот, 18 мая должно исполниться 311 лет. Вот, достаточно у нас преклонного возраста Тихоокеанский флот. Вот, ему в этом году 283 года. И, в общем-то, Черноморский, он, ну, получается, старше только Северного. Северного вот 81 год, а Черноморский 231. То есть, понимаете, это тоже исторический такой момент, как долго Россия пробивалась, в общем-то, к Черному морю. И как долго был этот путь, в общем-то, создания, создания здесь регулярного военного флота. То есть, получается, что Черноморский флот – это такой средний брат в большой семье морской? Ну, в общем-то, да. В общем-то, да, получается так. Ну, действительно, ситуация сложилась, такова история создания Отечественного флота, что, ну, по сути дела, только Северный флот был создан в такой достаточно спокойной обстановке. И все остальное, там, все остальные, там, особенно, что касается Балтики, Черноморского флота, это, в общем-то, путем достаточно серьезных усилий, причем и военных усилий в том числе, ну, вот, создавались, создавались эти, в общем-то, необходимые для любого государства такие военно-морские образования. Вячеслав Валентинович, а вот говоря о традициях, какие бы морские флотские традиции Вы назвали бы в первую очередь? Вот, чтобы нам, сухопутным, было понятно. Ну, вот, знаете, традиции морские, это, ну, такая очень вещь специфическая, потому что сама, в общем-то, среда обитания, вот, и зачастую, и совершенно непростые условия, они, в общем-то, рождают эти традиции. Ведь, вот, почему-то, знаете, вот, еще при, как говорится, при последнем царе Николая II, когда создавался, в общем-то, российский подводный флот, к примеру, вот, то платили, в общем-то, там, этим военнослужащим, которые там начинали на первых подводных лодках служить, там, двойные, там, или тройные оклады, потому что так и было написано, в общем-то, там, в указе, соответствующем по этому поводу, по объему денежного удовольствия, скажем так, что потому что долго не живут. Вот, поэтому, конечно, тут вопрос такой, с тех пор, ну, прошло уже, как говорится, много-много-много времени, и все видоизменилось, изменилась техника, но все равно, как бы там ни было, но опасность морской службы, причем любой, не только военной, а вообще любой-любой службы, она, в общем-то, там ко многому обязывает, и отсюда рождаются традиции. Вот, они, в общем-то, там есть и в других видах и родах вооруженных сил. Например, сам погибает товарища Ворочай. На море это, на море это очень актуально, причем, ну, вне зависимости от этих вот вещей, они осуществляются, вне зависимости от национальной принадлежности, от каких-то там еще обстоятельств, вот, связанных там, ну, с той или иной ситуацией, с выполняемыми задачами, то есть любой, любой, в общем-то, там военный корабль или там, скажем так, гражданское какое-то судно, оно в любом случае оказывает помощь кораблю, терпящему, бедствию, вот, или, в общем-то, там попавшую в какую-то затруднительную ситуацию. И вот это, в общем-то, понимаете, вторая традиция, это умение, умение, в общем-то, жить в этом, в экипаже длительный период времени. Ведь, посудите сами, вот у нас, ну, по сути дела, сейчас, после того, как, ну, в общем-то, прошли определенные преобразования вообще внутри всей системы управления, и в целом, ну, наладилось финансирование, судоремонт, корабли начали интенсивно ходить в море. Вот у нас, например, там, в прошлом году ракетный крейсер «Москва», он в походе находился пять месяцев. Мафия, вот это тоже, там, уметь, в общем-то, там, находить точки соприкосновения. И самое главное, ну, я не знаю, это вот фактически можно сравнить с полетом в космос, когда видишь каждый день одних и тех же людей, вот, и, в общем-то, там, приходится с ними делить, там, и кубрик, и пищу, вот, и самое главное, выполнять поставленную задачу. Вот, поэтому, ну, вот примерно такие. Но, кроме того, есть еще и героические, и славные традиции. Это тоже никуда, никуда не деться от этого. Например, ну, у нас традиция такая бороться за живучесть корабля в любой обстановке, в общем-то, до той ситуации, насколько это возможно. Не во всех, в общем-то, флотах, не во всех флотах мировых, вот, это такая традиция и есть. Или, например, там, не спускать военно-морской флот перед врагом. Ну, тоже эта традиция есть, ее чтут, и, в общем-то, там, наши предки длительный период времени, со времен, в общем-то, зарождения Отечественного флота, со времен Петра Первого, они, в общем-то, нам показывали в этом плане пример. Получается, что моряки наши сочетают в себе замечательные христианские качества. Это отвага, это стойкость, это верность и, в то же время, крутость, смирение и терпение. В общем, это вызывает огромное уважение. В общем, да. Еще, вот, если там, ну, как говорится, традиция флот, как можно говорить долго, вот, ну, вы понимаете, еще, вот, эта традиция передавать из поколения в поколение, вот, от старших к младшим, вот она именно на флоте. Это тоже, кстати говоря, такая традиция. То есть старшие учат младших. И поэтому у нас и старшие, вот ветераны наши, они очень-очень почитаемы и принимаемы на кораблях, принимаемы во флотских частях, потому что, ну, в общем-то, это не просто люди, перед которыми там хочется снять, как говорится, шляпу, поклониться им за то, что они сделали, если говорить о ветеранах Великой Отечественной войны, но ветераны именно флота, уже послевоенного периода, потому что, ну, в любом случае, другого более, более, в общем-то, там, такого эффективного пути, что ли, передачи и тех же традиций, и навыков, и умений, ну, наверное, на белом свете еще не придумали. – Вячеслав Валентинович, скажите, пожалуйста, а почему вы выбрали службу на флоте? Может быть, это семейная традиция, или вы первый, кто в вашей династии сделал такой выбор? – Ну, знаете, моряк, я первый, я первый, вот, и вообще-то у меня в семье, в семье с военной службой, ну, были связаны, разве так, вот, деды, прадеды, вот, прадед, например, там, был уланом его императорской величества Семеновского полка, вот, и в первую, как он ее называл, я его не достал в живых, это уже семейное предание, в первую империалистическую, там, как он ее называл, войну, вот, он даже дослужился до унтера, имел три Георгия, до полного банта ему одного Георгия не хватило, ну, и, в общем-то, ну, дед, бабушкин брат, он воевал в Великую Отечественную войну, причем досталось ему очень, как говорится, суровое там испытание, масса ранений, вот, ну, провал он с июля 41-го по апрель 45-го, с перерывами на обучение, начал рядовым, закончил капитаном, вот, ну, вот, такие, но моряков, моряков не было, это просто, знаете, это город-герой Севастополь, вот, в общем-то, то, что сформировало, я вырос здесь, то, что сформировало мой выбор, в общем-то, у меня и особой мысли никаких не было по поводу того, кем быть, ну, я уже там, практически с детства знал, что я буду моряком, ну, повезло быть военным моряком. Вячеслав Валентинович, а как Черноморский флот встречает свой праздник? Вот, какие есть традиции празднования? Ну, у нас праздник, праздник обычно, вы знаете, ну, по-разному, по-разному мы встречаем, сейчас у нас уже эти мероприятия прошли праздничные, все зависит от того, какая дата. Даты круглые, вот, то мероприятие у нас, конечно, более масштабное, и парад кораблей, вот, у нас, и бывает, что мы там и показываем, показываем, как говорится, в акватории Севастопольской бухты возможности наших кораблей по применению тех или иных видов вооружения. Вот, обычно, обычно, ну, это если, в общем-то, там, в этом году у нас не юбилейная была дата, но в любом случае, в любом случае, в общем-то, есть те вещи, которые, опять же, являются уже традициями, которые в любом случае происходят. В этом году у нас прошел, вообще, сам праздник начался, начинается во все года, и в этом году тоже. Вот, с торжественного подъема флагов, андреевских, и флагов рассвечивания на кораблях. Вот, значит, эта церемония проводится только в праздничные дни, вот, и поэтому сам, в общем-то, там, сам настрой с самого утра, а утро у моряка начинается именно вот с этого, с этой церемонии, с этого ритуала. Вот, то есть он там уже подразумевается, что это, в общем-то, наступил праздник, да, вот. В этот же день обычно к этому дню приурачивают награждение, присвоение очередных воинских званий, Затем во Владимирском соборе, у нас есть уникальный собор в Севастополе, Владимирской высыпальнице адмиралов. Вот, и этот собор, ну, знаменит, можно сказать, тем, что начинал его строить еще до Крымской войны адмирал Лазарев, который являлся, Миколай Петрович, который являлся здесь и командующим флотом, и губернатором. Вот, к сожалению, он его построить не успел, а умер за три года до начала Крымской войны. Вот, ну, всклепи этого собора покоится прах участников этой войны, которые погибли адмиралов, погибших на бассейна Севастополя. Фамилии-то известны, это адмиралов Нахимов, Корнилов, Истомин. И, в общем-то, сам этот собор, почему именно в этом соборе у нас проходят основные торжественные молебны, потому что этот собор уже сам по себе стал частью истории Черноморского флота. Кроме того, буквально вот накануне нашего дня Черноморского флота, 8 мая, в канун Дня Победы, состоялось освещение торжественного этого собора после длительной реконструкции. Реконструкцию эту производило Министерство обороны, на средства Министерства обороны. Причем, значит, всю роспись делала студия Грекова. Ну и, в общем-то, собор, можно сказать, получил второе рождение. В общем-то, это наш такой морской собор. Поэтому в нем традиционно и в том числе на день Черноморского флота состоялся молебен. Значит, во славу флота и его моряков. Вот. А затем уже стала вот эта традиция уже более, так сказать, последних, последних лет. В городе Герои Севастополя появился памятник основательницы флота и города Екатерине Второй. Вот. Этот памятник появился еще в тот период, когда, в общем-то, город находился на территории соседнего государства. Вот. И много тут копий было сломано по поводу этого памятника. Ну, он выстоял. Вот. Благодаря горожанам, благодаря, как говорится, позиции, поддержке. И мы традиционно вместе с представительными городских властей, общественных организаций предлагаем венки, цветы, с почетного срока, почетного караула, памятнику, в общем-то, основательницы и Черноморского флота и города. Но если говорить об этом, в этом году у нас еще одно знаменательное событие произошло. Ну, и приурочили его именно к дню Черноморского флота. Это было несколько месяцев назад, в соответствии с указанием президента Российской Федерации, возрождено Черноморское и Высшее Новорское училище Ении Павловича Михайловича. И 13 мая, значит, этому училищу, в соответствии, опять же, с соответствующим указом президента, было вручено боевое знамя нового образца, на котором, в общем-то, отражена, в том числе, и ипполеты. Ипполеты, один из элементов, в общем-то, рисунка на этом знамени, это ипполеты Павла Степановича Михайловича Михайловича. То есть вот такой, в общем-то, праздник у нас состоялся. Вячеслав Валентинович, примите, пожалуйста, нашу сердечную благодарность за этот рассказ и наше не менее сердечное поздравление вам и всем морякам-черноморцам. Спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами дальше.